Здравствуйте! С вами сегодня Юрий Каретин и мой друг Венедикт Чёрный. Сегодня первый мой подкаст, который я делаю без Юлии Сомовой. С моими друзьями, ну одно другого не исключает, конечно, в будущем, а сегодня впервые на нашем подкасте Венедикт Чёрный. Всем привет! И я пригласил, чтобы поговорить о том, виноваты ли все русские люди, все россияне, живущие в стране, в том, что сейчас происходит. В становлении русского фашизма, в уничтожении соседних народов. Должна ли нация, народ как целое, все держатели российских паспортов нести ответственность за всё происходящее? Лежит ли на всех гражданах вина в происходящем? Должны ли они когда-нибудь понести наказание за то, что делает страна, гражданами которой они являются? Сейчас немного повысится уровень шума. Мы все находимся в разных уголках земли, у нас всех разметала фашистская Россия, и поэтому это накладывает технические ограничения и создаёт такой уникальный формат, такие уникальные условия. Венедикт. Это очень интересная тема, и, на мой взгляд, тут однозначного ответа не будет. Тут, скорее, будет целый спектр, такой диапазон мнений, и все они будут актуальны и важны. Например, с точки зрения самоорганизации, они являются жертвами вроде как той пропаганды, внутри которой они находятся. Но, с другой стороны, никто же их не завоевал, и никто же им насильно эту пропаганду из них не принёс, они сами её допустили. И почему они не должны за это отвечать? Ты, интересно, поставил вопрос, можно ли приписывать вину всё-таки целой нации. Хотелось бы всё-таки заменить вот это слово «вина» на слово «ответственность», потому что категория «вины» подразумевает исключительно последующее наказание, и некой такой вот конструктивного момента в ней нет. Ответственность подразумевает всё-таки некоторую причину следственности и принятие этой причины следственности. Поэтому приписывать вину всему населению, нации и даже этносу, было бы опрометчиво с точки зрения здравомыслящего человека, который всё-таки хочет возвыситься над своим нынешним состоянием и как можно дальше уйти от той обезьяны, которой он, безусловно, является. А об ответственности, на мой взгляд, поговорить стоит. И говоря об этой ответственности, я подразумеваю для начала принятие в идеале, конечно же, всеобщее. Потому что, если мы говорим о коллективной ответственности, то должно быть и коллективное принятие. Ответственность, она, безусловно, наступит для каждого индивида, вне зависимости от того, понимает он или не понимает, принимает или не принимает. Незнание закона не освобождает тебя от ответственности. То есть, если ты никогда не знал о гравитации, прыгнул со скалы, ты всё равно разобьёшься. Ответственность наступит так или иначе. Вопрос, она будет личной или коллективной? Но, наверное, для русских она всё-таки не наступит. Потому что она же не наступила за коммунизм и не предвидится. И так они смогут существовать, пока они уничтожат весь мир дальше. Тут я вынужден с тобой слегка не согласиться, потому что можно ли сказать, что она не наступила, когда миры множества людей в одночасье рухнули, множество людей начали мигрировать. Разные страны. И в другой мир. И в другие миры, да. Множество людей погибло элементарно. И даже когда какая-то уличная шпана, дети вчерашние, которых ты, будучи учителем, плохо воспитывал, они же сегодня уже пыранули тебя ножом за шапку. Хочется добавить сухарей. Можно ли сказать, что ответственность не наступила? Конечно же она наступила. Но она личная. И встает вопрос, понял ли ты, что именно это и есть твоя ответственность за то, что ты все время до этого делал. Тут есть еще один важный момент. Об этой ответственности может знать сторонний наблюдатель, который видит эту ситуацию. И тогда он с легкой руки может сказать, ну за что боролись, за то и напоролись. Но с другой стороны, как бы это могут понимать и жертвы, и сторонние наблюдатели. Тогда эта уже ответственность может стать не только личной, но уже и какой-то. Здесь еще есть два нюанса. Первое. А если этим людям нормально? Вот какая ответственность? Да, умирают они. Ну сейчас же им нормально. Кто-то, конечно, успел уехать, но те, которые сейчас умирают, и как бы жертвы засекретили, ну и нормально, они получают иногда какие-то вознаграждения у себя в деревнях. И судя по пропаганде, вообще не парятся, и будут умирать миллионами и дальше. И эти последствия, в общем, они похожи, готовы. Если, например, народ сознательно и добровольно выбрал быть рабами и умирать, какая тут ответственность? Народ сознательно и добровольно, конечно же, не выбирал быть рабами. Ну они открыто говорят, ну типа, все нормально, Путин приказал, ну да, мы же мужики, они могли бы сделать другой выбор, но они его не делают. Они выбирали что-то другое. Ведь мы же существуем в мире категорий. Это как буддисты называют карма, это, собственно, что сам по себе мир-то он никакой. Но карма определяет как раз-таки твою реальность. А действительность, она может быть какой угодно. То есть, когда они выбирают преданность, выбирают долг, выбирают порядочность, какие-то замечательные светлые категории, вот что они выбирают в своих головах. Нет, сейчас они не это выбирают. Если ты их спросишь, они объяснят. Они уже давно выбрали, как они говорят, порядок вместо свободы. Потому что они все говорят, если у них брать интервью, мы не можем жить при демократии. Да, может быть, их так глушили, но они с этим согласились. Мы не можем быть свободны. Они это признают. То есть, вот, в Брянске и в Смоленске откуда их забирают? Они на самом деле не понимают, что они на самом деле все-таки выбрать. Как будто бы вот он пошел в магазин, и на упаковке ему написали «крабовые палочки». А на самом деле они далеко не крабовые. Но человек, который никогда не видел этих крабов, конечно же, он будет убежден, что именно это крабовые палочки. И если, не дай бог, они ему не понравятся, он скажет, что это какое-то сущное дерьмо. Вот тут, по-моему, та же история. То есть, мы сталкиваемся все-таки с невежеством. Мы сталкиваемся с неосознанностью. Мы сталкиваемся с обмана. Теперь встает вопрос. Должен ли человек нести ответственность за свое невежество? Ну, так он ее и несет каждый день. Когда власть его за человека не считает, когда он в глазах ее скотина, осознает он, что причина в этом. Он может этого не осознавать, но ответственность-то есть. В случае Северной и Южной Кореи уже сейчас можно посмотреть, что среднестатистический Северный Кореец в среднем там на 5 сантиметров ниже и на сколько-то там килограмм легче и в целом там менее здоровый, менее красивый, чем среднестатистический Южный Кореец. И это ответственность. Если конечным результатом этой ответственности будет смерть и вымирание какого-то этноса или это тоже будет ответственность, осознание этой ответственности это уже совсем другой вопрос. Вот это вот извращенное сознание, оно сидит уже настолько глубоко, может быть даже генетически, я не знаю, или может быть на каких-то уровне настолько глубинных культурных стереотипов, по-другому осознающих реальность, что на самом деле уже об информации речи никогда не идет. Если смотреть на тех же эмигрантов, за исключением, может быть, Польши и Прибалтики, куда в принципе выезжают определенные категории людей, в других странах Первого мира русские почти такие же, как и в России. Когда выбирали Путина, сам себе сказал ее, этот блогер фотографировал очередь в русское посольство за тех, кто стоял проголосовать за Путина. Они там живут, в стране Первого мира, они точно так же, как в России, ее ненавидят и точно так же любят Путина и его поддерживают живя там. И половина вот этих самых русских, которые готовы уничтожить свободный мир, только при условии, если им самим не придется туда переехать, потому что если есть такая возможность, большинство из них вполне себе переедет. И это касается не только русских. Как только здесь встречаешь каких-нибудь мусульман и прочих, и пару слов с ними поговоришь об этом, ты понимаешь, что это полный пипец. Они живут здесь, в Америке, в Австралии, они этим всем пользуются. Они вообще без понятия, как возникла весь этот мир, вся эта красота и вся эта цивилизация. Они действительно там, в Австралии мы едем с каким-то таксистом из Ливии, и он объясняет, что в Австралии стронг лидер, поэтому Австралия хорошо живет. И у них там в Ливане тоже стронг лидер. Ну то есть ноль полный. Тут вообще ничего, никакая информация уже не помогает. У русских был шанс заменить свою жизнь. Они пока что еще не были в Советной Корее поколениями. Они этого не сделали. И они скажут, это наш выбор, это наше мировоззрение, оно вовсе не ущербно, и нам нормально там умирать. И вообще мир, они считают, весь так организован. Мы типа будем деградировать, мы будем на 5 сантиметров ниже, потому что мы дураки, не смогли свое урвать и уехать. И нам это нормально. И кроме того, считают, что весь мир так устроен, только вот как-то, вот видимо, где-нибудь свободно в мире по заковырести мафия работает. Просто Путин у них другой. Единственное отличие. Просто им хороший, ну да. Климат другой. Климат другой. Причем, как мне, это не грустно, но про другой климат я слышал даже от образованных. У меня сейчас родители, ну, у них тоже абсолютно российская позиция, но она касается даже таких мелочей, почему в Новозеландии стерильно чисто. Потому что климат другой, и здесь, в теплом климате, трава растет быстрее, а в России она растет всего несколько месяцев в году. Ну, в Канаде она образуется, когда нет, когда земля голая, а в России она голая, потому что... А в Канаде-то? Трава не успевает, как у Незеландии. А вообще во всем дежно-полушарии, которые гадюшны. Самая большая ошибка, на мой взгляд, что мы решили не делать никаких выводов с Советского Союза. И даже сейчас множество людей, и даже малобых, убеждены, что Советский Союз это было нечто великое и замечательное, что его лишь враги разрушили. Тут очень много факторов, которые образуют ту почву, на которой взрос сегодняшний русский фашизм. В связи с последними обстоятельствами у меня появилось очень много времени поразмыслить на тему того, что произошло и как это произошло и почему это произошло. И я начал смотреть на себя. Я начал оглядываться в прошлое и понял, что я точно так же вместе со всеми рос на этих фильмах, этих книгах, этих песнях, этих праздниках. И для меня это, конечно же, было нормой. Потому что уровень осознанности был не очень высок. Да и сейчас-то, конечно, не такой высокий, как хотелось бы. Но тем не менее. А осознать, что происходит, это действительно тяжело. У тебя должно сперва появиться внутреннее несогласие. Ведь все вот эти моменты мышления, они лежат на уровне вообще когнитивных искажений, на уровне каких-то базовых ошибок мышления, на уровне психологических комплексов. Получается, какой-то замкнутый круг, при котором среда плодит воров, а воры плодят среду. И не только воров. То есть, видимо, в такую систему какое-то нужно вмешательство извне. В России оно невозможно. Они считают главным своим достижением наличие атомного оружия. Их научили. И вообще, честно говоря, исторически подобные империи действительно рушатся только изнутри. Извне. Оно и раньше бы не получилось, а сейчас, когда весь мир стал пацифистским, уж точно не получится. Но я здесь не согласен с главной установкой оценивать эти причины и следствия каким-то личным неблагополучием. Немцы начали что-то переосознавать на протяжении Второй мировой войны, когда Германия начала потихоньку проигрывать. Сейчас русские начали переосознавать не когда они эффективно уничтожают другой народ, а когда оказывается, что они не настолько эффективно его уничтожают, как им хотелось бы. Окей, а если бы нацизм оказался более рациональным и они бы процветали, потому что они начали процветать экономически после прихода Гитлера, он там гораздо быстрее разрулил эти вещи, которые в демократической Германии, как всегда, естественным эволюционным путем разруливались медленно. Если бы сейчас оказалось, что русские чуть ближе к немцам, не такие безалаберные, воюют хорошо, уничтожают и присоединяют другие народы хорошо, и на них это бы никак не отразилось, они бы не голодали, а наоборот бы процветали. Один из главных мифов, особенно для стран второго и третьего мира, это считать свободные страны первого мира рациональными, потому что эта рациональность ведет ко всем этим экономическим, технологическим развитиям, и тут вот эта вот рациональность, будто бы она во главе угла, там есть индивидуализм и прочее, на самом деле я увижу противоположную картину. Я вижу сейчас, что страны, которые действительно помогают Украине, это страны первого мира, а странам третьего мира вообще конкретно на все посрать, и причем не только коммунистическому Китаю, а там какой-нибудь типа демократической Индии, какому-нибудь Ближнему Востоку, им вообще на все посрать на самом деле. Они замечательно покупают российскую нефть, российский газ, там Турция строит хаб для российского газа, покупают российское зерно. Вот эта вот рациональность, ее просто видно извне. На самом деле страны первого мира, они достигли такого уровня, который у них есть, не только из-за рациональности, а из-за того, что для них главное это их принципы. И ради этих принципов немцы сейчас все готовы мерзнуть, готовы в 10 раз больше платить за газ, а мексиканцы, бразильцы, индусы им вообще по барабану. Вот так вот это определяет тем, будет ли тебе лично лучше или хуже жить, оно не должно этим определяться. Когда оно этим определяется, все получается как в России и как в Саранах третьего мира. Да, толчком к осознанию и к переменам должен быть катарсис. Для одних людей, которые переживали 90-е, у них есть уже выработанные модели поведения, они запасутся зерном, потуют, затянут пояса и приготовятся переживать. Не надо забывать, что мы все-таки все еще обезьяны. Для людей, которые не приемлят убийства, для них катарсисом будет начало захватнической войны. Возвращаясь к теме ответственности, эта ответственность должна будет быть коллективной в более широком смысле, чем ответственность всех русских. Они сами по себе не смогут ее принять на себя. Как это повелось, более развитое существо принуждает менее развитое существо, как взрослый, принуждает ребенка нести эту ответственность, использует некоторые рычаги и точки давления, отправляет может быть его спать без ужина, но в любом случае он его на какое-то время вырывает из привычной ему действительности и принуждает осознать то, что происходит. Налицо, на мой взгляд, феномен безнаказанности и это коллективная безнаказанность. Нас не успели привести никакому наказанию или может быть даже и вовсе спустили все сквозь пальцы, подумали, что мы уже все поняли и должны будем как-то там самоорганизоваться и самовоспитаться. И в данном случае весь мир тоже должен нести ответственность за все, что произошло, потому что мы находимся не в сферическом вакууме. Но когда страна, которая единственная старается нести за такие вещи ответственность, это делает ее больше половины мира, а в России вообще практически все, даже те, кто, ну то есть прям совсем-совсем не фашисты, прям совсем нормальные, совсем адекватные люди обвиняют, например, Соединенные Штаты в самой политике глобальной безопасности страны и даже какие-нибудь интеллектуальные аналитики называют это империей и прочим. Хотя на самом деле это и есть та же самая ответственность. Но я в своей жизни встречал, ну не знаю, наверное, трех человек, которые так бы не считали. Начинаются упреки в том, что страна как бы слишком сильно себя везде позиционирует, что-то навязывает и куда-то там лезет. не зря упомянул о странах первого, второго и третьего мира. Эта градация появилась же не на пустом как бы месте, она же еще иначе называется, что как развитые страны, развивающиеся страны. Проводя вот аналогию действительно с возрастом, взрослая ли политика этих государств, ибо эта политика похожа на поведение буйного ребенка все-таки. Соответственно, взросление и становление этого ребенка это ответственность взрослого. Есть ощущение все-таки, что мир действительно спустил нам весь Советский Союз сквозь пальцы, и в результате мы получили реваншизм. Спустя время, набив желудок после того голодного ужина, мы получили храбрость сытого желудка. в данном случае я вижу следующая точка осознания нашим народом своего поведения она будет возможно будет хуже чем в 90-х. Меня здесь больше волнует не то, что станет самими русскими, а то, не уничтожит ли они весь мир в процессе. Россия сейчас первая страна в истории, которая в активной фазе, пассионарной фазе становления фашизма имеет ядерное оружие. Если посмотреть, почему не уничтожили мир предыдущей диктатуры, так у них и сил таких не было. Германия не успела его изобрести, Советский Союз тоже не успел на него, Германия напала, потом в разрухе был, а потом Сталин умер, и дальше уже начался откат, как во всех диктатурах, просто в номенклатуру, которые на груздачах жили прекрасно, и железный занавес, и им просто телодвижение, которое бы это все разрушили, не нужно было делать. Ну, в азиатские все эти коммунистические диктатуры, понятно, совершенно нищеброды были, и сейчас Россия это первое фашистское государство, которое только в стадии становления, но с атомным оружием. Да, конечно же все может быть очень плохо, не знаю, тут хочется надеяться, что очень плохо не будет. Единственный здесь плюс для мира, наверное, в русской пассивности, они как бы поддерживают, но ведь и при коммунизме на самом деле активность очень быстро истребили, и активная фаза, она завершалась тоже при довольно пассивном населении, но тогда у самих активных держателей диктатуры, власти, у них было, наверное, больше пассионарности из-за того, что в их больных мозгах вот этот исторический путь не был пройден, а сейчас он настолько пройден, он настолько ретроградный, пусть русский менталитет и русская культура только до него эволюционировала, но это уже находится в стадии какой-то клоунады. Клоунада, она все-таки не пассионарна. Я лично не берусь предсказывать, что там будет дальше, мне остается, мне просто когнитивного ресурса не хватит, чтобы построить какую-нибудь адекватную аналитику, которая в конечном итоге не сработает из-за неадекватных решений, даже не собираюсь этим заниматься. нет, а вот сейчас народ начинает жаловаться в России о прекращении контактов с учеными, с научными институтами, со спортсменами и прочим, и прочим, и прочим, отрицая вот эту коллективную ответственность. в результате это нужно делать или это не нужно делать? Наш российский народ жалуется на то, что с нами мы все-таки должны действительно осознать, что больше половины думающего населения хотят, чтобы это все закончилось. Им не нужен никакой Киев. Они даже на самом деле не считают украинцев недочеловеками. Им по большей части все равно. Но тем не менее они бы с удовольствием пожинали бы плоды взятия Киева за три дня или еще если бы эти плоды вдруг были. Потому что они с удовольствием ездили в Крым, несмотря на то, что он был аннексирован и прочее. Но этот катарсис, о котором я говорил, уже для многих произошел. Тревожность в России по последним данным поднялась как бы с 15 каких-то процентов до 60-70. Ну, то есть это какие-то экспоненциальные взрыв тревожности. Люди не хотят того, что сейчас происходит. Ну, а если те, кто поддерживает, я был свидетелем этих поддержек. Эти поддержки продолжаются ровно до тех пор, пока это не касается тебя лично. Пока это не касается твоего друга. Ну, либо там полные неадекваты как бы на уровне вообще полнейших люмпенов, которым абсолютно все равно, что они делают. Так что спроси сейчас любого, нужен ли вам Киев или вы хотите, чтобы все закончилось. Я уверен, что 90% ответят, я хочу, чтобы все закончилось. И даже не важно на каких условиях, они готовы сдать эти присвоенные территории, лишь бы все это прекратилось. И потом уже начнется работа. вот все-таки надо смотреть на опыт обхождения и обращения с Германией после Второй мировой войны. Я бы не стал ставить на России крест, как на генетических там уродах или еще что. Я считаю, что это вопрос правильного взаимодействия, правильного отношения к среде. И тут уже все-таки большая ответственность на более развитых народах, культурах и социумах. Но я не вижу, как они могли бы хотя бы потенциально туда дойти. Потому что вот эти вот люди, особенно из провинции, которых сейчас мобилизуют, если послушать, что они говорят и как они говорят дальше где-нибудь в Владивостоке, где-нибудь в автобусе, как пацан какой-нибудь об этом рассуждает, я начинаю вспоминать, как в середине 19 века русские классики писали о русской дереве, Достоевской и прочее. Ну, то есть они считали, что это конечная стадия деградации, потому что тогда все настолько спивалось и настолько даже хваленого православия вообще ничего не было. И там Достоевский думал, что это последняя фаза, потому что деградации, потому что он не мог представить себя больше. Потом прошло еще полстолетия, там, Чехов уже в начале 20 века тоже поехал, тоже последняя фаза. то есть это все продолжается столетиями, и я уже начинал думать, может быть, это какой-нибудь особый вид, который просто не умираем, он просто селектировался до такой степени, что он может существовать в состоянии столетиями, существовать в состоянии последней фазы деградации, и вот оно все существует и существует. Но так не может быть. То есть это действительно деградация такого уровня, которого мы не осознаем. И сейчас эти пацаны, у них же, вот он разговаривает обо всем этом, у них же уже поколениями нету даже те зоны мозга, где будет там какие-нибудь принципы, какая-нибудь вот эта ответственность, они, в принципе, их нет, они не активируются. Он, ну, чувак, ты кинь, какой пипец, типа, призвали, ну, сейчас там, либо нас закуячат, либо мы закуячим, либо это плохо, либо это хорошо, там действуют в отличной позиции, но оно вообще лежит давно, надолго и поколениями вообще не в той области, где можно говорить о том, о чем мы говорим. И вот, чтобы какая-нибудь цивилизационное воздействие докатилось дотуда, мне это просто никак невозможно себе представить. Дело в том, что даже в Соединенных Штатах, которые были оплотом свободы и демократией, у которых была прекрасная конституция, существовали множественные формы шовинизма, то есть это и сексизм, там расовые сегрегации, всевозможные расизмы, но они смогли это преодолеть, потому что у них работали базовые конституционные механизмы, работала журналистика, и они имели свое собственное достоинство. Да, такие вещи должны взращиваться. Я думаю, что оздоровление России, оно займет безусловно десятилетия, несколько десятилетий, то есть должна произойти смена поколений. Отличие от Америки, например, прошлых веков, России в том, и тогда и сейчас, что в том числе рабство, например, чем отличалось американское рабство от российского рабства, тем, что внутри этой американской культуры были примеры и рабства, и достоинства. Это как бы внутрикультурная игра, я уже не говорю про нацизм и про еврейство, то есть внутрикультурная игра, которая постулировалась, что, например, темнокожий это не человек или недочеловек. Но дело в том, что в самом культурном опыте этих народов были четкие понятия, кто есть человек, какое у него должно быть достоинство, и потом просто нужно было сменить один вектор, то есть присовокупить тех же, например, чернокожих к людям, и все. И мало того, эти самые чернокожие находились среди людей, у которых было достоинство, они все это видели, и поэтому ничего нового изобретать не нужно было. В России рабство было тотальное, только царь не был рабом. И даже семян чего-то другого в этой культуре, чего-то неарабского, задержащего достоинства, в принципе, не было. И его, в принципе, нет. Поэтому здесь сложнее. вот эти корни фашизма на самом деле, их же можно увидеть вообще во всех вокруг себя. Скорее, даже почти нельзя увидеть чего-то другого, чего-то, какого-то противоположного поведения. Я прекрасно вижу этот фашизм. Я хочу дополнить тебя и сказать, что в последнее время я начал видеть этот фашизм в себе, но я никогда не видел его фашизма. Нет, ну да, фашизм это следствие его уже на социальном уровне. А на личном уровне он еще и не был фашизмом. На личном уровне это было то, что я называю черным пятном на месте власти у всех русских людей. Это безусловное беспрекословное отношение к власти, что бы она ни делала. Я вижу это вообще везде. Даже в самых просвещенных кругах, даже в науке, даже в университете, даже в институтах, даже в самых лучших институтах. Я скорее почти не вижу других примеров. Как с Сашиной случаем, когда после ее конфликта с ее бывшей научруком и за флабом от нее отвернулись все подруги мгновенно даже с частных чатов удалились, прекратились с ней все контакты. То есть настолько безусловное рабство. Даже людям, которым уже ничего не угрожает. Ну, то есть я вижу, как какие-нибудь там голохвасты становятся проректорами, ну, директоров не доходят по собственной глупости, но потом все равно становятся. Он уже стал директором какого-то другого института. И я вижу, как относятся к этому окружающие. Я уже не говорю про тех, которые с ним работают. То есть к ним приходит как Гулая рассказывала, там, приносят какую-нибудь метеоритную пыль его люди и говорят там проделать с ней какие-то биотехнологические исследования. Они там за чаем, за столом все смеются, сидят, потом берут эту пыль и эту херню делают. Им ничего даже не угрожает. У них нет никакой даже опасности. Они просто выполняют все, что им для все на всех уровнях. И это молодежь, кстати. Только молодежь там работает. Я поэтому здесь не вижу никаких перспектив. И это вообще самая свободолюбивая часть. Это вообще университетская, институтская наука. И это вообще даже безо всяких угроз и мобилизаций. О чем-то другом говорить. Ну просто даже вопросов таких. Это какие-то идеалистические рассуждения, которые просто никак не соприкасаются с русской жизнью и с разумом русских людей ни на каком уровне, ни в каких возрастах, ни в каких средствах общества. Вот эти вот ситуации, которые ты описал, я вижу опять же следствием некоторых базовых настроек. Я помню, что мой отец, который он 44-го года рождения, как я получал от него наказание касательно замечаний красной ручкой в дневнике. И содержание этих замечаний было даже не так важно. я ему пытался призвать к его разуму, говорю, давай рассмотрим ситуацию, бать, он говорит, мне все равно на эту ситуацию. Я говорю, у тебя должен быть дневник без красных записей, это твой документ, он должен быть чистый. Я говорю, учитель был неправ в этой ситуации, он говорит, даже если учитель был неправ, ты не должен так смотреть. То есть учитель прав, потому что он по определению учитель. Должностное лицо поставленное системой над нами. Да, и эти люди действительно воспитаны вот так. И они воспитывали нас так. Потом еще из базовых настроек, как ни крути, каким бы представителем какого бы светского общества я не был, каких бы взглядов я не имел, но не надо исключать такие вещи как совесть и мораль. Она у нас из православной морально-этической парадигмы, которая нам все время с самого детства рассказывает, что мы заблудшие овцы, в неком грехе и лишь только вот как бы заботящийся Отец Наш Небесный может нас наставить на истинный путь. И если ты все еще не услышишь своего отца, то значит он ввергнет тебя в гиену огненную, где ты подвергнешься унизительным убыткам. Традиционализм он очень сильно укоренился в русском сознании. И даже сейчас, даже понимая его деструктивность, нужно иметь решительность и смелость, чтобы пойти против него. А против нас в этой ситуации работает и социальный инстинкт. Физиологи определили, что он гораздо сильнее, чем инстинкт самосохранения. Преодолеть эти моменты, ну тут хочется привести аналогии из, наверное, атомной физики, о том, что в какой-то момент, когда критическая масса определенного вещества достигает, то начинается цепная реакция. То есть, если создать некоторый анклав свободы и культуры, где работают суды, где работают институты, где присутствует человеческое достоинство, и этот анклав будет незыблем, этот анклав будет неружим, то он может стать центром кристаллизации, центром цепной реакции. Так что, если созданием таких центров кристаллизации, на базе, может быть, крупных городов, так же, не знаю, Новосибирска, Санкт-Петербург, Владивосток, займутся развитые общества на своих условиях, возможно, перемена. Знаешь, где я вижу светлые пятна вокруг себя за всю свою жизнь в России? Это, когда это светлое пятно было создано трудами какого-то отдельного человека. Это, как раз, к вопросу о личном влиянии, личной ответственности. На самом деле, вот это вот отсутствие хоть какого-то понимания личной ответственности, оно тоже пропагандистски на протяжении столетий не только коммунистами внедрено в русское сознание. Все остальные подвергались репрессиям и убивались на протяжении всей русской истории. Это отсутствие личной ответственности, это вторая сторона имперской пропаганды. Когда люди считают, что единая нерушимая страна для них это важно. Второй стороной этой медали должно быть сведение к нулю их индивидуальной личности. А все русские историки, начиная с Карамзина и Соловьева, которые вроде бы проевропейские и вполне адекватно описывали ужасы до Петровской России, после Петровской, они были, если почитать, тоже самодержцами. То есть имперскость, она и тоже не сама по себе. Понятно, вся эта власть мафиозная, будь то царская, будь то коммунистическая, ее как бы пестовала и пыталась истребить, все остальное, она настолько глубоко сидит, что люди как бы даже не задумываются, что в сущности будет плохого в том, что вместо вот этой гигантской страны будет несколько стран, например, поменьше с такими же тесными связями, как в Европе или с такими связями, с которыми лично захочется иметь. То есть такие вопросы даже не поднимаются, они автоматически приравнивают к собственному самоубийству и собственной смерти отсутствие вот этого централизованного государства. И здесь же они все считают, что от них ничего не зависит. А я вижу, что светлые моменты, которые я встречал в России, они все, так как не было системы, которая бы на системном уровне образовала, они все были образованы личностями. Например, самый адекватный, самый демократический цивилизованный институт, наш ИБМ, он такой не просто так, он из-за Касьянова. Сейчас проходит поколение после Касьянова, и наш институт деградирует, деградирует, и то уже несколько директоров пережил, и он остается самым адекватным и демократическим. Только потому, что его так заложил Касьянов в свое время. Еще забавный пример был Достоевского в дневнике писателя. Он прям совсем забавный. Как-то в русскую деревню приехал немецкий пастор, который по-русски умеет говорить, и начал там проповедовать среди русских крестьян. То есть он видел, что русское православие не помогает, и они живут прям как описывал Достоевский. И причем он проповедовал не религию там свое протестантизм, он сознательно религиозный, всяких вопросов вообще не касался. Типа если вы православные, ну как вот некоторые чисто на социальном уровне современной церкви на западе, он их учил, что пить это плохо, что нужно работать, что нужно отвечать за свою жизнь. Эти крестьяне начали бросать пить, начали работать, прекращали жить как свиньи, и это начало распространяться, это стало тем самым центром кристаллизации. эта кристаллизация стала так расти, включать в соседние деревни, приходили его слушать и меняться, что российские власти его запретили и выгнали и назвали это сектой. Причем обычно же это происходит из-за каких-то религиозных интервенций, выгоняли католиков, выгоняли нехристи, выгоняли протестантов, тут они не могли это подвести под религию, потому что на религии вообще ничего не говорил, но они увидели, что менталитет народа меняется и они его просто выгнали, потому что это для них был пипец, они увидели, что эти крестьяне перестают быть русскими людьми, к которым они привыкли. По поводу того, что ты сказал, да, это кстати одна из тем, о которой я размышлял касательно технических механизмов восстановления будущей России, это истинная федеративность. Каждый регион должен стать более самостоятельным. Те центро стремительные силы, которые будут объединять нас в некоторые Соединенные Штаты России, они должны быть естественны, они должны быть на уровне желания собираться вместе. потому что нынешняя обстановка в этой вертикали власти и управления назначаемые губернаторы это никоим образом не будет способствовать развитию этой системы. Это просто какая-то вязанка дров, которая разрушится как только сгниют те самые скрепы. все-таки нужна федеративность истинная как в Соединенных Штатах, где различия между штатами в культурном и экономическом плане могут быть гораздо значительнее чем между реально разными государствами. И тогда на базе таких относительно независимых регионов могут быть созданы центры кристаллизации. Ну все. Спасибо тебе, Юра, за возможность высказаться и за возможность даже озвучить это для себя. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто нас возможно послушает. Всего доброго. До встречи. До связи. И всех с наступающим Новым Годом. Сейчас не время для личных новогодних пожеланий, наверное. Хочу только надеяться, что Украина в новом 23-м году одолеет орды русских фашистских захватчиков и отстанет свое право на жизнь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok